В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Дороги и проезды вблизи школ благоустроены и проверены. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения подвела итоги работы за квартал. Мелочей нет. Еще раз обращаю коллеги на внимание и к балансодержателям дорог и всем причастным к этой ситуации. Такая важная и нужная помощь. Почти 20 лет в муниципалитете работает приют для животных домашний. Не обходите мимо вот этот замечательный приют. Приезжайте, привозите сюда какие-нибудь полезные корма. На трассе Казачий дозор в Горках прошел шестой этап гонок на выживание в поддержку видновского каскадера Федора Шилова. Гляди Федор для меня это как близкий-близкий, даже не товарищ, а друг. В здании администрации Ленинского округа прошло ежеквартальное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципалитета. Подробности в сюжете Натальи Буслаевой. Очередное совещание по обеспечению безопасности дорожного движения в Ленинском городском округе было проведено в преддверии нового учебного года. Основной вопрос, который рассматривался на комиссии по обеспечению безопасности, это подготовка образовательных учреждений к началу учебного года. В части уличной дорожной сети это нанесение разметки пешеходных переходов, это соответствие дорожных знаков, это исправность светофоров, исправность Г-образных консолей, дублирующих знаков. Особое внимание на комиссии было уделено аварийности на дорогах муниципалитета. Проведен детальный разбор дорожно-транспортных происшествий за текущий год. За 7 месяцев 2021 года на автоторогах Ленинского городского округа совершено 37 учетных ДТП, это там, где пострадали или погибли люди. Снижение составило на 2,6% по сравнению с прошлым годом, но в результате данных происшествий погибло 4 человека. Это рост 33%. О запланированных профилактических мероприятиях, направленных на безопасность несовершеннолетних участников дорожного движения в рамках акции «Внимание, дети!» рассказала Ирина Чекмарева. В рамках этого мероприятия запланирован ряд профилактических рейдов, направленных на безопасность наших несовершеннолетних детей. Это в том числе и проведение рейдов «Маленький пассажир. Большая ответственность», «Ремень безопасности», «Детское кресло», акции, направленные на использование световозвращающих элементов детьми «Засветись». На совещании присутствовали начальники территориальных отделов, которые смогли задать вопросы, поступающие от жителей. Есть ли у нас все-таки в рассмотрении установка шлагбаума на внутриквартальную дорогу, о чем жители хлопучат и бьются уже в течение 4-5 месяцев? Решений пока нету. Это будет рассмотрено комиссией обеспечения безопасности дорожного движения с жителями. У заместителя главы администрации по ЖКХ в присутствии жителей тех же востребованных договорились о чем? Что инициативная группа предоставляет в адрес администрации согласие либо одобрение от МЧС на установку данного шлагбаума. У нас создана еще рабочая группа, выездная так называемая, которая непосредственно на территорию с участием тех же представителей территориальных отделов, представителей жителей, представителей ГИБДД, если требуется МЧС и другие специализированные организации, уже непосредственно на территории, своими глазами, видя, что там происходит, какой вопрос и какие мероприятия нужно провести, там встречается и принимает решение. Подготовка 16 автомобильных дорог и трех внутриквартальных проездов, которые расположены вблизи образовательных учреждений округа, проходила по плану и в соответствии с установленными сроками. Контролировали процесс специалисты из Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также сотрудники госавтоинспекции. Все замечания были переданы в МБУ Дорсервис для дальнейшего рассмотрения и устранения. Мелочей нет. Еще раз обращаю коллеге внимание и к балансодержателям дорог, и всем причастным к этой ситуации. Повышенное внимание и персональная ответственность на тех вот объектах, на тех местах, которые находятся в вашем обслуживании. Также в округе были выполнены работы по ямочному ремонту и асфальтобетонному покрытию. Проведена обрезка ветвей, загораживающих видимость дорожных знаков. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видновской школе номер один состоялся праздник спорта. Педагоги учебного учреждения организовали для всех желающих ребят веселые старты с активными конкурсами. Поле 20 человек приняли участие в этом увлекательном мероприятии и накануне нового учебного года зарядились энергией. Подробности в репортаже Юлия Пагасьян. Школа номер один города Видное – участник российского движения школьников. Направление новое и активно развивается. Педагоги учебного учреждения стараются не пропускать все инициативы сообщества. На этот раз в рамках проекта «Вожатые нашего двора» на спортивной площадке организовали для ребят веселые старты. Сегодня у нас была разноцветная игра, так называлась наша программа. И посвящена она была радости, всяким литним, таким ярким моментам, для того, чтобы дети поняли, что осень еще не скоро, лето продолжается. И вот все увлечены деятельностью. Спортивно-творческий праздник смогли посетить все желающие. Здесь и ученики первой школы, и малыши из соседних дворов. Всего более 20 ребят. Приходили целыми семьями. Весело было даже взрослым. Мне жена сказала, что иди с детьми проведи время. Вот я пришел и оказался на очень интересных, веселых стартах. Вот детям это интересно. Естественно, активные игры, особенно во время каникул, они очень важны, так же, как и различные спортивные секции. Ну и, конечно, довольные остались главные герои праздника. Полтора часа активности, под веселую музыку, разнообразные конкурсы. У ребят была возможность выложиться на 100%. Мне очень понравилось, весело, интересно. Особо мне понравилось, когда мы рисовали цветы. Было очень интересно, весело. Когда мы делали, делали цветки, рисовали, бегали, занимались. Там очень было весело. Сегодня самый хороший день. Ведь совсем скоро ребята снова вернутся за школьные парты, чтобы продолжить грызть гранит науки и с улыбкой вспоминать такие теплые, беззаботные летние деньки. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. На территории Ленинского городского округа вот уже почти 20 лет существует приют домашний, в котором в настоящий момент содержится более 700 собак и 100 кошек. Неравнодушные жители оказывают животным всяческую поддержку. Среди них и депутаты Совета депутатов округа Мария Гаевская и Артем Грудинин. Просторные вольеры, будки, питание. Работники приюта стараются сделать все, чтобы оправдать название заведения – домашний. Одни животные к незнакомцам проявляют симпатию, но другие относятся настороженно, ведь у многих из этих собак в жизни произошла трагедия. Когда-то они имели дом и хозяина, но по различным причинам остались без крова. Но в большинстве своем каждое животное чувствует теплое отношение к себе со стороны работников приюта и тех, кто им помогает. Среди них и депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Артем Грудинин и Мария Гаевская. Они в очередной раз приехали сюда, чтобы передать корм для питомцев. Как действовать, если вы встречаете бездомных собак? Прежде всего, вы сейчас должны написать на портал сайта «Добродел». И после этого специальные службы из этого приюта выйдут на территорию и отловят собак. Здесь их чипируют. Проверяют на инфекции, лечат. Регулярно приезжают волонтеры. Они ухаживают за собаками, выгуливают их. В настоящий момент здесь проживает более 700 собак и 100 кошек. И время от времени эти цифры корректируются в сторону убывания, что не может не радовать. Благодаря работникам приюта и волонтерам ежегодно более 350 питомцев находят новых хозяев. Приют, прежде всего, приезжают жители и нашего района, и города Москвы и забирают собак к себе домой. Такое случается тоже достаточно регулярно, поэтому мы призываем всех любителей собак. Не обходите мимо вот этот замечательный приют. Приезжайте, привозите сюда какие-нибудь полезные корма. Приезжайте помогать. Ну и, если есть возможность, забирайте животных домой. Если вы решите обзавестись мохнатым другом или оказать помощь животным, нет ничего проще. Приют домашний находится в поселке Измайлово. А телефон и адрес без труда можно найти в интернете. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Не один год около кинотеатра «Искра» разворачивается сезонная ярмарка, где у многих горожан уже появились свои любимые палатки. О том, что можно приобрести на ярмарке, узнаем у Дмитрия Книги. На традиционной ярмарке, которая находится в самом центре Видного, около кинотеатра «Искра», жители города могут купить все самое необходимое – от продуктов питания до предметов одежды и товаров для дома. Посуда в основном российского производства, то есть это сковородки, кастрюли, чайники – это Россия, Череповец, Санкт-Петербург, Лысьвапер, Кукмара, Татарстан, Кировский завод. Цены, как правило, ниже магазинных. Плюс ко всему продавец обещает поторговаться по старинной рыночной привычке. В соседней палатке предлагают купить сувениры. В основном продукция – народное творчество, которое создавалось не годами, не десятилетиями, а даже столетиями. Поэтому у нас представлено здесь, например, семикракорс, донской фаянс. Изготавливается все вручную, авторские изделия. Такие предметы можно приобрести как в качестве подарка, так и в виде декоративного украшения для дома. На ярмарке также представлен большой выбор одежды для мужчин и женщин. Платье, халаты, туники, ночные сорочки, новинка сейчас идет – худи, возрастные костюмы. Но в основном продукция для домашнего использования. Чем ближе новый учебный год, тем актуальнее становится вопрос, во что одеть ребенка. Здесь продаются комплекты школьной формы. Очень много предложений по рубашечкам мальчикам, белые, цветные, девочкам сарафанчики, блузочки. То есть, как бы ассортимент есть. Совсем скоро наступит осень, а значит, пришло время подобрать обувь на прохладный сезон. Обувь белорусского производителя на ортопедической повышенной комфортности. Разная полнота на любую ножку подберем. На узкую, на широкую, на подъем, на косточку. Все моделечки прекрасные, колодочки. С фабрики уже 8 лет работаем. Кто приходил, в обеде никто не остался. В соседних палатках продаются продукты питания. Овощи, фрукты и ягоды выращены фермерами и пользуются популярностью у покупателей. Многие приходят сюда специально за тем или иным товаром. Хорошие яблоки, помидоры хорошие. Что тут хорошее? Все хорошее. Кому что надо. Зелень брала хорошая. Мне вот в этом, вот именно здесь у них я беру. На прилавке можно найти уникальные сорта овощей и редкие виды трав, которые вряд ли встретишь в магазинах. Ревень – это вообще самый старый овощ. Из покон веков он использовался. И он вкусный тогда, когда он весной. Он похож на Антоновку, и там много-много витамина С. Его позабыли немного. Но сейчас это все возвращается. Делают кисели, пироги с них вообще обалденные получаются. Среди широкого ассортимента орехов и сухофруктов любой желающий найдет угощение на свой вкус. Вот у нас орехи Средняя Азия, Узбекистан, Таджикстан. Что могу сказать? Полезные, чистые, экологичные товары. Спешите, ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Шестой этап гонок на выживание прошел на трассе «Казачий дозор». Заезд посвятили каскадеру Федору Шилову, пострадавшему на соревнованиях сверхлегкой авиации под Новосибирском. На гонках побывала наша съемочная группа. Трасса «Казачий дозор» в Горках вновь собрала любителей автоспорта разных возрастов. После двухмесячного перерыва здесь прошел шестой этап гонок на выживание. Открытие, жеребьевка и подготовка машин к заездам. Казалось бы, все по традиции. Однако этот этап особенный. Его провели в поддержку ветерана гонок каскадера Федора Шилова, пострадавшего на соревнованиях по сверхлегкой авиации под Новосибирском. Он сейчас в больнице, у него серьезная травма, опять-таки же связанная с его деятельностью. Мы очень за него переживаем. Приехали также его поддержать. Федор Иванович, мы с вами, держитесь. Вы сильные, вы прорветесь. Мы за вас молимся, мы за вас болеем, любим вас. Приехали сегодня, скажем так, ваше отсутствие, поприсутствовать вместо вас. Раньше приезжали всегда с Шиловым Федором Ивановичем, который всегда победный круг делал. А сегодня мы приехали, вот, ну, к сожалению, случилось сейчас несчастье, но я надеюсь, что Федор Иванович все-таки выздоровеет и будет все отлично, вернется. И будет также делать победные круги, нарезать. И 76-й номер сразу вырвался вперед. Лидирующую позицию гонщик держал уверенно на протяжении всех отборочных заездов, чем обеспечил себе место в финале. За рулем валида Константин Колобков, человек, участвующий в гонках на выживание, более 25 лет. Федора Шилова он знает не только по автоспорту. Лядя Федора для меня это как, это близкий-близкий, даже не товарищ, а друг, потому что мы с ним начинали гоняться аж в 84-м году. Он гонялся на Копейке, я гонялся на Болге. Он сильный, он должен победить, потому что ночью, ну только удача ему. За победу боролся и гонщик из Домодедова Даниил Глухов. Все отборочные соревнования он буквально дышал в спину лидера, не выпуская его из виду. Среди болельщиков оказалась и мама пилота. Пытаюсь смотреть как зритель, управ эмоции родственницы. Но иногда мне спокойнее, конечно, переживать это дома. И узнать только результат, что все хорошо. В первую очередь, что все хорошо. И во вторую очередь, что есть результат, кубок, приз. В гонках на выживание главное добраться до финиша. Но это удается не всем. Из 11 участников шестого этапа на трассу выехало 10 машин. У пилота под номером 63 болит сломался прямо перед заездом. Во время отборочных соревнований выбыл 99-й. Прекратить свою гонку мог и Евгений Галахов. Но ему удалось починить машину между заездами. Как говорится, новичкам везет. На самом деле, это детская мечта еще, когда сам Фоменко вел, да, перед телевизором, потом работа, семья. Как-то не получалось, не получалось, но мечта оставалась. А в январе этого года на первый этап я приехал посмотреть, ну, познакомился со всеми пилотами, гонщиками и до конца заразился. Теперь я здесь. Посмотреть на заезды каждый раз приходит немало людей. Они общаются, отдыхают и наслаждаются экстримом. Здесь нет правил дорожного движения. Здесь придем на дорогах. По итогам соревнований кубок взял видновчанин Константин Колобков. Второе и третье места заняли пилоты из Домодедова Алексей Ахметов и Даниил Глухов. Александр Столяров, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно и ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!